Реа-новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Хабара, Челяба и Владик. Нежные сокращения или лингвистические монстры? У многих российских городов, городков и городишек, помимо официальных имен, есть так называемые прозвища, которыми их называют горожане или жители соседних областей. По ним, как правило, практически нельзя узнать, о каком городе идет речь. Например, Убахаба, Эранде или Кархумьяге. От пошлости других прозвищ может просто передернуть, как, например, Йобург, Новосиб, Хабара или Архара. Некоторые погоняло придумывают сами жители, а некоторые их соседи. Например, Москва-Бадом и Нерезиновском Москву называют только приезжие. За Барнадыр и Порно-Аул можно решительно огрести, произнеся эти прозвища Барнаула перед коренными жителями. Разбираемся в том, кто, как и за что дает российским городам искаженные названия. Старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина рассказывает. Язык, как некая живая субстанция, рождается, развивается и постепенно умирает. И все то негативное, все то, что противоречит правилам и нормам языка, является своего рода болезнью. И то, как язык с этой болезнью справится, зависит, собственно, от самого языка. Он может избавиться от этих явлений, если они для него губительны, или, наоборот, сохранить их, если они каким-то образом для него ценны. Владик – это Владивосток или Владикавказ? Чикаго, Читаго и Чукаго – это один и тот же город или три разных? На какие города указывают прозвища Кровопийственный Град, Порноаул, Архара и Убахобо? Логические прозвища российских городов можно разделить на три части. Исторические, сокращенные и похожие по звучанию. У некоторых городов есть только одно из них, ну а у некоторых – все сразу. Похоже, что самое первое прозвище Александрову Владимирской области придумал сам Иван Грозный, который называл Александровскую слободу «кровопийственным градом». Это была столица опричнины, личных владений Ивана Грозного, и вместе с тем – местом пыток, расправ и казней. Современные прозвища Александрова – «Алекс», сокращенное от имени, или ироничное – «Ляксандров». Человек стремится к экономии своих психофизических усилий. Поэтому, когда от нас требуется приложить труд, чтобы произнести какие-то сложные названия, мы стремимся этот труд минимизировать и таким образом, например, сократить наименование городов. Таким образом, вместо «Владивостока» или «Владикавказа» появляются такие слова, как «Владик». Вместо «Санкт-Петербург», где в первой части слова мы видим скопление согласных, появляется наименование «Питер». Я сама из подмосковного города Зеленограда, и очень часто я слышу, как название города произносится упрощенно – «Зелик». Следующий город – Архангельск. Его историческое прозвище – «Ворота в Арктику». Из Архангельского порта русские мореплаватели выходили на освоение Северного полюса. В нем же брали начало водные торговые пути, пролегающие через северные моря. Современное прозвище города – Архара. А неофициальный девиз – город доски, трески и тоски. Доски – потому что до начала 20 века город был крупнейшим лесопромышленным и экспортным центром страны. Трески – как символы местной кухни. Ну а почему тоски, вероятно, смогут объяснить только местные жители. Оставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал. Я же на пять лет тебя моложе. У Барнаула исторических прозвищ нет, зато есть изобилие современных. Барнео – созвучное с именем Малазийского острова. Барнеаполь – указывающая то ли на греческий полис, то ли на итальянский Неаполь. Недружественное – Барнадыр или экзотичное – Порноаул. По аналогии с аулом, есть город, в имени которого фигурирует сарай. Речь идет о Бахчисарае, только его жители предпочитают заменять эту часть слова на более приятное слуху и называть его Бахчи-Париж. Возьмите меня в этих хоромах, дызмотом и поставьте среди городу Парижу, а где мой миленький живет. Старое название Брянска – Дебрянск, что означает место, поросшее густым непроходимым лесом – Дебрями. Сегодня оно сохранилось в качестве прозвища города. Его же версия на древнерусский манер – Дебрянск или Дебрянск. В Дебрянской области есть село Жирятино, жители которого ласково называют свой дом Рио-де-Жирятино. Город Ревда в Мурманской области становится Ревда-де-Жанейро, а Таганрог – Рио-Таганейро или даже Таган-Йорк. В России много городов, которые ассоциируют себя с зарубежными старшими братьями. Например, жители Чапаева, Череповца и Черногорска называют свои города Чикаго, Чита – становится Читаго, а Чудово – Чукаго. Череповец, череповец, скажи, череп, скольких овец? Череповец, череповец, скажи, череп, скольких овец? Мода на этот американский город не прошла и мимо Челябинска, дав ему сразу три прозвища – Чикагинск, Чикаго и Зауральский Чикаго. Кроме Чикаго, его называют знаковым для многих именем Челяба, а также более локальными прозвищами. Город Че, Чел и Дымоград из-за загрязнения атмосферы заводами. Еще его называют столицей Южного Урала. Обидно – Членябинск. И благодаря передаче «Наша Раша» – суровый. А это Челябинск. Челябинские мужики настолько суровые, что прибивают к деревьям не скворечники, а собачьи будки. Именно здесь, на труболитейном заводе номер 69, работает Иван Дулин – первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Среди прозвищ городов-тезок иностранцев встречаются, например, Ачинск, Чехословачинск или Чишмы – Чишмословакия, Весьегонск, Сайгон, Джанконг или Гонконг. Кемерово – это почти африканский Кемерун, а Лесозаводск – столица Португалии – Лиссабон. Копейск – почти что столица Дании, Копейск – Гаген, а Нарофоминск – Калифорнийский Нарфранциско. В городе Полярный тают снега, превращая его в Палермо, а Курский Курчатов неожиданно преображается в Курчавель. Город Лосинопетровский в Московской области становится Лос-Петросом. Карельская Кондопога вырастает до Кондопенгагена, а дагестанский Хасавюрт зажигается неоном, расцветая в Хас-Вегас. Да, кстати, скажите, а как называется этот город? То есть как? Арбатов? Арбатов, благодарю вас. Странно. Арбатов! Арбатов! Тут я и смотрю. Да, это не Рио-де-Жанейро. Нашинский город. Такое прозвище закрепилось за Владивостоком после ленинского выступления в 1922 году, где вождь пролетариата произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой. Владивосток далеко, но ведь город-то нашинский. Она сохранилась в качестве прозвища города, а также двух памятных нашинских табличках. Современное прозвище Владивостока – Влад и Владик. У дальневосточного Влада есть кавказский тезка – Владикавказ, который любит сокращать до Владика. У Владикавказа тоже есть прозвище, доставшееся ему с советских времен – Орджо, сокращенное от Орджоникидзе, имени, которое Владик носил в прошлом тысячелетии. Самый криминальный район города Владикавказ. Что-то совсем скучно. Да вообще делать нечего. Э, кавказята! Есть курить? Ого! Поздравляю вас, друзья! Поздравляю! Кавказ! Кавказ! Подождите, стоп! Почему мы должны идти на поводу каких-то стереотипов? Типа, если ребята приехали из Кавказа, они должны как-то неадекватно реагировать. На, парень, вот тебе целая пачка и иди с миром. Такие не курю! Я не поддам себе на провокацию, а вас я не сдерживаю. Русские города вообще любят называться уменьшительно-ласкательными именами. Помимо двух Владиков в России есть Петрик. И это не Петербург, а Петрозаводск. Петропавловск-Камчатский – нежный Петропавлик. Ярославль – Ярик. А областной город Гаврилов-Ям – Гаврик. Златоуст Челябинской области называют Златик. У мурманского Оленигорска есть два прозвища, похожие на имена Близняшек – Олешка и Оляшка. Новочебоксарск – это Новчик. Ефремов – Ефрик. А якутские Нерингри – это просто Нюрка. У Хабаровска есть сразу несколько имен, из которых можно составить полноценную семью – Хабар, Хабара и Хабик. Пятитысячный футбюре, как на открытке, в миниатюре мои любимые места на Пятитысячный футбюре. Множество городов приобрели современные прозвища благодаря интернету и доменным сокращениям их названий. Так Воронеж, помимо классического столицы Черноземья, стал называться ВРН. Иркутск вместо столицы Восточной Сибири стал просто Ирк. Петрозаводск из пренебрежительного Петромагазинска превратился просто в ПТЗ. Ростов-на-Дону сейчас называется не Папой, а РНД. Рязань – не столица ВДВ, а просто РЗН. Ивановцы пошли дальше остальных и дали своему городу прозвище в виде прочтенной на русский манер транслитерации названия, которое звучит как Убахобо. Город Большой Камень в Приморском крае получил переведенное на английский язык прозвище Биг Стоун. По аналогии Зеленоград называют Грин Сити или Грин Таун, а Петропавловск-Камчатский – Пи Кей, от первых двух букв его названия на латинице. У русских городов есть настолько странные прозвища, что порой тяжело понять, о каком населенном пункте идет речь. Например, Нирвановознесенск – это переделка старого названия Ивановознесенска, то есть современного Иванова. Три шурупа так называют Уфу из-за написания ее названия на башкирском языке, которое напоминает шляпки от шурупов. Ме-го или Кархумьяги – все это о городе Медвежьегорске. Первое прозвище – его сокращенное название, а Кархумьяги – прочтение имени с карельского языка. Насон – город, историческое название крепости Вологды, в честь святых апостолов Иосона и Сосипатра, в день которых она была заложена. Комса – она же Козломойск-на-Амуре, а также город Комсомольск-на-Амуре. Часто название города ассоциируется с тем или иным словом или словосочетанием. И в конечном итоге языковая игра нацелена на создание комического эффекта. Отсюда мы получаем вместо названия города Гонконг слово Кинг-Конг, вместо Барнаул – Корнаул и так далее. Надо сказать, что подобные тенденции я уже ранее замечала, например, в названии станции Московского метрополитена. Так, в частности, вместо названия Марьина Роща появилось название Марфина Теща, а вместо названия станции Полянка появилась станция Подлянка. Это в конечном итоге, я еще раз подчеркну, связано с созданием комического эффекта, и все это языковая игра. Но, на мой взгляд, в этом ничего плохого нет до тех пор, пока эта тенденция сохраняется в разговорной речи. Таким образом люди воплощают свой креативный потенциал, свое стремление к творчеству. Однако, безусловно, недопустимым кажется использование таких названий городов в письменной или официальной речи. Прозвища городов изобилуют и тоскливо-депрессивными выражениями. Так, Краснодар стал Краснодыром, Копейск – Капецком, Алматы – Лохматый, Держинск – Дустом. То есть пылью из-за неблагоприятной экологии. Город Заозерск Мурманской области неожиданно оказывается западлицей от реки Западная Лица, рядом с которой он находится. Ладейное поле Ленинградской области называют Злодейным полем. А Северодвинск заработал себе сразу два негативных прозвища – Сдвинск и Северопьянск. А Мутнинск Кировской области зовут Мутным, а курортную столицу России – Сочи – столицей Армении или Лох-Вегасом. Больше всего прозвищ, конечно же, у Москвы. Название, родившееся от фамилии мэров – Лужки, Собянинск. Имена, произошедшие от восклицания коренных жителей – Москва не резиновая. Не резиновск и понаехали тут, понаеховск. Москва-Бат от внушительного количества гостей столицы из стран Ближней Азии. Марь-Ква, МСК и Мордор – это тоже о столице. На интернет-форумах считается, что если человек пишет о своем городе без указания его названия, то речь идет о Москве. Поэтому еще одно прозвище столицы – это Дефолт-Сити, то есть город по умолчанию. Здравствуй, мой город родной, Сколько раз ты вставал предо мной, Проплывал в огнях, Сколько шагов за спиной, Я вернулся домой, Ты узнал меня, Ты меня узнал. Вы слушали подкаст «Как это по-русски». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложении Apple Podcast, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Субтитры подогнал «Симон»!